Вы слушаете Радио России Ульяновск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова В Ульяновской области в результате прокурорского вмешательства пожилой мужчина, инвалид первой группы, обеспечен креслом-коляской. С подробностями нас познакомит старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима. В программах нашего радио мы продолжаем знакомиться с опытом работы Организации территориального общественного самоуправления в нашем регионе. Сегодня в нашей программе примет участие председатель Совета ТОС «Уютный» Вячеслав Макаров. В Ульяновске открылись летние сезоны в усадьбе. Так называется проект Ленинского мемориала, о содержании которого в сезоне 2021 года нам расскажет лектор Ленинского мемориала, автор и ведущая цикла литературно-музыкальных концертов «Вечерний Симбирск» Элла Якубенкова. О количестве погибших и пострадавших в этом году детей в результате несчастных случаев на территории нашего региона, о причинах несчастных случаев и о мероприятиях, проводимые в районах города Ульяновска и Ульяновской области профилактической работы, доложила на очередном совещании в правительстве Ульяновской области уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области Екатерина Сморода. К сожалению, только за последние полгода мы потеряли жизнь девяти детей. В том числе двое детей погибли от отравления мугарным газом Теренга. Двое детей пострадали в результате несчастного случая при падении с высоты обрушения потолка дома. Один ребенок погиб от удушья в Старомайнском районе. Один ребенок от отравления неизвестным веществом в городе Димитровграде. Один ребенок утонул, один ребенок пострадал в результате ДТП, и один ребенок погиб в результате внезапной смерти в трехмесячном возрасте. В первом полугодии текущего года более шести тысяч детей получили травмы и пострадали в результате чрезвычайных происшествий. Лидирующее место 35% в общей численности травм и чрезвычайных происшествий находится травма на улице. Травмы дома на втором месте 18%, непищевые отравления 16%. В травмообразовательных организациях 13%, ожоги 10% пострадавших детей получают, и дети страдают в результате ДТП в 8% случаев. На 10 детей в первом полугодии совершено нападение, 13 упали с высоты, и за каждой этой цифрой, к сожалению, стоит жизнь и здоровье каждого конкретного ребенка. Только в июле в Ульяновский центр медицины катастроф за оказанием экстренной медицинской помощи обратилось 86 детей. Среди муниципальных образований, и это понятно, по объективным причинам на первом месте находится город Ульяновск. Из муниципальных образований далее следует Ульяновский район и город Сенгелей, Цильно, Димитровград и Инза. Это там, где необходимо усилить работу по обеспечению безопасности. Лето – это сказочная пора, время долгожданного отдыха, поэтому взрослые должны повысить бдительность, а должностные лица предпринять все усилия для того, чтобы обеспечить безопасность. По инициативе уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Кузнецова Анны Юрьевны проводится всероссийская акция «Безопасность детства 2021», в которую также принимает активное участие и наш регион. При уполномоченном создана рабочая группа. Мы ведем совместную работу и эффективно сотрудничаем с МЧС, МВД, ГИБДД, КПДН и другими органами. Органами исполнительной власти реализуем проекты муниципальных образований. Я хочу сказать всем коллегам огромное спасибо за то, что у нас есть достаточно хорошие результаты. Целью акции является проведение мероприятий, направленных на профилактику чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними, в том числе безопасность детей на дорогах, водных объектах, недопущение подростков на объекты строек и заброшенных зданий, профилактика выпадения детей из окон. Главная задача в каждом населенном пункте принять оперативные исчерпывающие меры по устранению угроз безопасности детства на объектах, доступных для детей в летний период. Это детские, игровые, спортивные площадки, места купания, заброшенные объекты, парки, территории образовательных и других организаций, чердачные подвальные помещения. Оперативное устранение выявляемых нарушений – главное условие снижения детского травматизма и ЧП. С 1 июня, День защиты детей, работа по обследованию всех объектов социальной инфраструктуры, выявление нарушений и угроз, а также принятие мер по их устранению, активизировалось во всех муниципальных образованиях Ульяновской области. Практически в каждом муниципалитете созданы и функционируют межведомственные рабочие группы, так называемая команда защиты детства. Вопросы безопасности детей рассматриваются на еженедельных аппаратных совещаниях. Во многих муниципалитетах наряду с ответственными ведомствами в работу активно включился и гражданский актив, совет отцов, члены общественных палат, добровольные народные дружины. Здесь следует отметить положительный опыт Цельнинского района, города Сенгелея, Индинского района. В Сурском районе в местах несанкционирования купания дежурит родительский патруль. То есть независимо от того, даже если существует запрет на купание и место необорудования, туда в любом случае выходят родители и постоянно наблюдают за тем, чтобы не произошло чрезвычайного происшествия. Соответствующий опыт нужно распространять и на другие муниципалитеты. В рамках акции во всех районах организована работа по обучению детей правилам безопасности. Активно организована работа в рамках региональной акции «Дети не летают. Единый день безопасности». Также проходит акция «Велосипед без бед», так как большое количество травм у нас дети получают, когда передвигаются по городу и по территориям на велосипедах. А также сейчас особое внимание стоит уделять иным средствам индивидуальной мобильности. Очень полезные акции проводятся по инициативе ГИБДД. Хочется сказать спасибо за активную работу в формате «Лето во дворах» отдельным муниципальным образованием, таким как Сенгеле, Чердаклы, Радищево, Майну, Инза, где особо активно развернута данная работа по обеспечению занятости детей в летний период. В Сурском районе организованы горячие линии, куда неравнодушные граждане могут сообщить об опасных объектах. В Брыше активно идет работа волонтеров культуры, проводящих работу с родителями в рамках проекта «Безопасность на природе». В Кузоватово на постоянной основе реализуется проект совместно с ГИБДД «Безопасное колесо» и многие-многие другие проекты. При этом во всех муниципальных образованиях в июне проведена работа по мониторингу безопасности на объектов. Проверено 2900 объектов. В прошлом году за все время проведения акции 5500, то есть мы ставили себе задачу в июне месяце нарастить темп, и не менее 50% объектов у нас должно быть обследовано, соответственно, мы задачу практически выполнили. Однако, образовательные организации, прилегающие к ним территории, обследованы в количестве 523, 509 детских площадок, 396 чердачных подвальных помещений, 386 спортивных площадок, 362 лагеря дневного пребывания, 199 мест запрещенных для купания, 193 парков-скверов, 147 недостроенных заброшенных зданий и сооружений и так далее. При этом на 519 объектах выявлено 190 нарушений и 329 недостатков. Результатом работы стало установление 78 предупреждающих знаков, в основном это места купания, закрыт свободный доступ на 34 объектах повышенного риска, это крыши, заброшенные объекты, чердаки, подвальные помещения. Закрыт доступ к 26 открытым канализационным люкам, отремонтирование оборудования на 24 детских и спортивных площадках, на 9 объектах восстановлено освещение, периметральное ограждение восстановлено на 2 детских объектах, устранен провал грунта в парке в одном из муниципальных образований. Есть еще, конечно, много вопросов, которые находятся в работе. Самый высокий темп обследования объектов и устранения угроз в Кузоватовском, Теренгульском, Майском, Цельнинском районах. Очень слабые темпы, то есть обследованы ниже 50% в Новом Алыкле, Радищево, Чердаклах, Вишками, Базарном Созгане, Меликесе, Сингеле, Димитровграде, Павловке и Сурском. Хотелось бы отметить самое активное муниципальное образование с точки зрения в целом проведения комплексной работы по обеспечению безопасности. Это Барышский район, Индинский район, Корсунский район, Кузоватовский, Майнский, Меликеский, Сурский, Цельнинский и город Сингелей. Это первые 9 муниципальных образований, которые четко выполняют задачи по обследованию, оперативно устраняют выявляемые нарушения и проводят широкую информационную работу с вовлечением различных ведомств и гражданского актива. Однако Чердаклинскому району, Новому Алыкле, Базарному Созгану следует нарастить темпы. Достаточно хорошо организована работа по обеспечению занятости несовершеннолетних и их информированию о правилах безопасности. В качестве результата хочется отметить снижение количества ДТП, в которых пострадали дети, по неосторожности самих детей. То есть чем выше мы информируем, чем выше мы обучаем детей, тем меньше у нас они совершают неосторожности на местах и получают травмы. Практически везде в процессе обеспечения безопасности вовлечены все ответственные ведомства, но нужно активнее вовлекать общественность. Отработаны практически все места купания, но еще не все усилия нами предприняты, необходимо все-таки патрулирование организовывать. Закрыты все люки, но остаются нерешенными проблемами, такие как заброшенные здания. Их огромное количество, например, в Демитровграде, в Ульяновске, Меликесском районе, Чердаклахсинге, Леете, Ринге. Доступные места общего пользования, представляющие опасность, обследуются слабо, это чердаки и подвалы. Освещение объектов, пути исследования запланировано в муниципалитетах, работа на достаточно далекий период. И в Вишкайме, и в Корсуне на сегодняшний день очень сильно беспокоят змеи. Хотелось бы обратиться к городу Ульяновску по поводу трех ситуаций, которые сложились по адресам. В проспектах Генерала Тюленева, 38, 42 и 44, есть коллективное обращение по поводу необходимости ремонта детской площадки, на которой в настоящее время бизнес возвел строительство и разместил там мусорные контейнеры свои. По улице Тельмана, 42 и 44, требуется проведение ремонта детской игровой площадки, также обращаются жители дома. Есть большое коллективное обращение от жителей улицы Баумана, где есть проблемы с безопасностью дорожного движения. Я тоже надеюсь, что данному вопросу будет уделено особое внимание. Так как травмы на улице у нас стоят на первом месте, поэтому данная работа должна быть на особом контроле. Считаю, главам администрации муниципальных образований необходимо ускорить темпы обследования всех объектов, завершить первичное обследование, принять меры по устранению нарушений, перейти в режим вторичного мониторинга, максимально консолидировать усилия всех ведомств и родительского актива, усилить информационную кампанию. О безопасности следует говорить не только с детьми, но и с родителями. Особое внимание требуется уделить и проведению тренировок, и информированию, то есть у нас безопасное поведение должно стать стереотипом. В августе требуется сфокусировать свои усилия на безопасности детских маршрутов и обратить внимание на новые угрозы, как все увеличивающееся количество велосипедов и средств индивидуальной мобильности. Также обращаюсь к органам исполнительной власти, в ведении которых находятся детские учреждения. Здесь также требуется усиление работы. Безопасность детей в режиме летней оздоровительной кампании находится у нас также на особом контроле. Нулевой детский травматизм – это наша общая цель и задача. Жизнь и здоровье детей зависит от взрослых. Деньги как средство оплаты товаров и услуг человечество изобрело очень давно. И, вероятно, одновременно с появлением в обращении денег появились и преступники, изготавливающие фальшивые деньги. Во все времена и во всех странах этот вид преступлений карался очень строго. Однако подделывать деньги не перестали и по сей день. О том, чем опасно распространение фальшивых денег для общества и государства, и чем затруднено пресечение таких преступлений, а также о том, как следует поступать, если вам встретилась денежная купюра, вызывающая подозрения, Сегодня в нашей программе мы говорим с начальником отделения Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Ульяновской области Русланом Шамасовым. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Фальшивомонечество имеет повышенную общественную опасность, в том числе связанную с посягательством на экономическую систему государства и подрывом доверия со стороны субъекта финансово-хозяйственной деятельности и влечет за собой уголовную ответственность сроком до 15 лет лишения свободы. В текущем периоде, 2021 года, на территории Ульяновской области зарегистрировано более 70 фактов сбыта поддельных денежных купюр. Анализ сбытов показывает, что основная масса фальшивых денег преимущественно номиналом 5000 рублей и обнаруживается в банковских учреждениях при инкассации с торговых объектов, расположенных на территории Ульяновской области, что значительно затрудняет поиск лиц, совершивших их сбыта. Основными причинами, не позволяющими незамедлительно установить лицо, сбывшее фальшивку, является отсутствие на объектах торговли непосредственно в местах приема купюр на кассах аппаратов по проверке подлинности денежных купюр, отсутствие видеонаблюдения с режимом записи, ненадлежащее обучение персонала разграничению признаков подлинности купюр и несоблюдение работниками вышеуказанных торговых объектов, где обнаруживаются фальшивые денежные знаки, профилактических мер, в том числе предлагаемых сотрудниками органов внутренних дел. В связи с этим, сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции региона на постоянной основе проводятся профилактические беседы с представителями служб безопасности и иными должностными лицами крупных торговых сетей, магазинов АЗС и рынков, расположенных как на территории города Ульянска, так и Ульянской области, на которых обсуждаются вопросы, связанные с профилактикой фальшивомонечества. Также в ходе профилактических мероприятий задействованы не только сотрудники ЭБ и ЭПК, но и уполномоченные участковые полиции. В рамках данных мероприятий проводятся разъяснительные беседы с работниками торговли из сферы оказания услуг, осуществляющих прием наличных денежных средств от населения. Распространяется наглядная агитация из списка наиболее часто встречающихся поддельных денежных купюр номиналом 500, 1000, 2000 и 5000 рублей, которые обязательно должны использоваться при расчетах с покупателями. Каков должен быть алгоритм действий работников торговли, если они встречают подозрительную купюру? Для работников торговли, осуществляющих прием денежных средств от населения, разработана соответствующая памятка, которая распространяется в ходе профилактических рейдов. В данной памятке указан алгоритм действий. Так, если при осуществлении расчета работник торговли обнаружил сомнительную денежную купюру, то необходимо ни в коем случае не возвращать такую банкноту обратно покупателю, не отказываться от приема купюры и постараться осрочить осуществление купли-продажи или оказания услуг под благовидным предлогом, например, отсутствием сдачи или необходимостью размена. В зависимости от обстановки, сообщить полицию, службу охраны или по возможности постараться задержать сбытчика с помощью присутствующих покупателей или торгового персонала. При отсутствии возможности задержать сбытчика необходимо в кратчайшее время сообщить о случившемся в полицию, детально запомнить предметы сбытчика и все обстоятельства произошедшего, запомнить марку и регистрационный номер автотранспорта, который, возможно, используется сбытчиком либо его сообщниками. Кроме этого, запись кассира или продавцом в отдельную тетрадь номера купюры и времени ее поступления значительно увеличивают шансы на поимку преступника. Если работник торговли обнаружил подделку при пересчете выручки, ни в коем случае не пытайтесь каким-либо образом ее сбыть. Ваши действия, несмотря на обстоятельства поступления к вам поддельной купюры, могут быть квалифицированы как фальшивомонечество. Постарайтесь вспомнить все обстоятельства сбыта и обратитесь в ближайший отдел полиции по телефону 02-102-112 либо в дежурную часть ОИБ и ПК МВД России Пулинарской области по телефону 27-38-02. В качестве примера можно привести следующий факт. На территории Заводского района города Ульяновска работник торговли от покупателя при расчете получил поддельную денежную купюру номиналом 5000 рублей, который в последующем, зная, что она фальшивая, данный работник торговли рассчитался при покупке товара в другом магазине. Данное лицо привлечено к уголовной ответственности и осуждено к полутора годам лишения свободы условно. Итак, вы рассказали о том, как должен поступать работник торговли, если ему в руки попадается сомнительная купюра. А как должен поступать обычный гражданин, допустим, покупатель в магазине? Любой гражданин при обнаружении у себя сомнительной денежной купюры может обратиться в любое банковское учреждение для проверки данного денежного знака на подлинность. Также на официальном сайте УМВД России Пулинарской области в разделе «Правовое информирование» в свободном доступе размещен список наиболее часто встречающихся поддельных купюр номиналом 500, 1000, 2000 и 5000 рублей. Также на территории УМВД имелись факты расчетов поддельными денежными купюрами при покупке товаров через интернет-сайты. В связи с этим рекомендуем проводить расчеты в банковских учреждениях через банковские терминалы либо использовать для проверки на подлинность информацию, размещенную на официальном сайте Центрального банка России в разделе «Банкноты и монеты», позволяющей определить подлинность денежных знаков. Вы слушаете утреннюю программу радио государственной телерадиокомпании «Волга». У микрофона журналист Евгений Слюняев. В Ульяновской области в результате прокурорского вмешательства пожилой мужчина, инвалид первой группы, обеспечен креслом-коляской. С подробностями нас познакомит старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима. Прокуратура Заволжского района города Ульяновска провела проверку по обращению пожилого местного жителя с ограниченными возможностями. Установлено, что пенсионер-инвалид первой группы нуждается в постоянном применении технических средств реабилитации. Вопреки требованиям закона, руководство Ульяновского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации более года игнорировало его обращение о предоставлении прогулочной кресла-коляски с ручным приводом, что послужило основанием для направления прокурором в суд искового заявления. После прокурорского вмешательства администрация названного государственного учреждения обеспечила пожилого инвалида первой группы необходимым ему техническим средством реабилитации. В программах нашего радио мы продолжаем знакомиться с опытом работы Организации территориального общественного самоуправления в нашем регионе. Сегодня в нашей программе примет участие председатель Совета ТОС «Уютный» Вячеслав Макаров. Наш ТОС находится в Засияжском районе. В нашем ТОС три дома. Это Камышинская 16, Камышинская 14 и Самарская 17. Дальнее Засияжье. Да, 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 да. Когда был создан ваш ТОС? Наш ТОС был создан в 2012 году. Правда, не моими силами. И сам я о ТОСах узнал довольно-таки недавно. Это около двух лет назад. Заинтересовался этим, обратился к Владимиру Владимировичу Сидорову, председателю ассоциации ТОС. И он мне подсказал, как мне вступить в эти ряды, как быть тоже общественником. Хочу поблагодарить людей, которые начинали это все. Труханова Татьяна Савельевна, она тоже была у нас передо мной, кстати, председателем. Она на тот момент, когда у нас была смена председателя, я пришел к ней, мы с ней познакомились. И мы как-то сразу нашли общий язык с ней. Я попросился к помощникам в этой организации, то есть в ТОСе. Так сложилось, что у нее еще есть основная работа. И она сказала, давай, говорит, я как раз хотел смениться, то есть не успеваю по работе. Ну и я сразу согласился, потому что мне это интересно. С детства есть такое у меня желание, чтобы тот двор, где я живу, он всегда процветал. Как-то развивался, что-то интересное в нем было, какая-то изюминка своя. Ну вот, поэтому я здесь. Ну и как? Удается что-то сделать для двора, для соседей? Да, в том году мы по программе местных инициатив, вместе с депутатом, тоже ему большая благодарность, ножичкину Илья Владимировичу, мы установили коробку во дворе дома, многофункциональную. Многие годы во дворе не заливался каток, то есть у нас не было своего катка, приходилось куда-то в соседние дворы ходить. Сейчас шум и гам целыми днями во дворе, то есть и дети радуются, и взрослые, смотрю, тоже к этому подтягиваются. У нас есть дворовый тренер, который регулярно проводит тренировки, три раза в неделю. Площадка многофункциональная, то есть там есть и баскетбол, резиновое покрытие, которое безопасное при падении, например, более безопасно, чем до этого. То есть у нас была, например, просто асфальтная площадка. Сейчас вот площадка многофункциональная. И в этом году по президентскому гранту мы выиграли тоже проект. Тоже хочу сразу поблагодарить ассоциацию ТОС, в которой активно это мне помогало, Домашевскую Елену, которая меня курировала в этом вопросе. Плодотворно мы с ней поработали и добились очень хорошего результата. То есть нас поддержали в этом проекте. Проект основан тоже на спортивной деятельности. Это многофункциональные тренажеры. Будем в дальнейшем развиваться. Планируем вступить в реестр поставщиков социальных услуг, оказывать социальные услуги жителям. Есть потребность в этом. Жители очень просят. Мы обсуждали это все на нашем собрании. Ну и самого тоже есть желание. Самое главное создавать. Быть полезным обществу. Я так понимаю, что всю работу ТОС одному председателю выполнить было бы невозможно. У вас, вероятно, хорошая команда? Команда есть. У нас есть дворовый тренер, который детей тренирует, готовит к соревнованиям. Ну и просто занимает своих детей. Ну и есть, конечно, инициативная группа. У нас есть свой чат местный. ТОС уютный называется. В этом чате мы как раз размещаем различную информацию. То есть где-то я прошу кого-то в чем-то помочь. Значит, команда есть, но хотелось бы, конечно, еще сильнее команду. Над этим мы тоже работаем. Привлекаете новых-новых-новых участников. Да. Есть постоянно, а есть команды. Нужно обновлять и мотивировать. Спасибо вам большое. Я желаю новых успехов. А всех наших радиослушателей я приглашаю заглянуть на чат ТОС уютный. И узнать там много интересного. Спасибо. Успехов вам тоже. В Ульяновске открылись летние сезоны в усадьбе. Так называется проект Ленинского мемориала, о содержании которого в сезоне 2021 года нам сейчас расскажет лектор Ленинского мемориала, автор и ведущая цикла литературно-музыкальных концертов «Вечерний Симбирск» Элла Якубенкова. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ленинский мемориал с радостью приглашает вас на летние сезоны в усадьбе. Уголок Старого Симбирска станет местом проведения ярких музыкальных событий. Удивительно, располагающая атмосфера, под открытым небом, аромат, которым щедро делится природа, легкое дуновение ветерка и музыка. Талантливые исполнители коллектива Ленинского мемориала, молодежные коллективы нашего города, танцевальные ансамбли и приглашенные исполнители. Программа продумана и выстроена, и, следовательно, очень привлекательна разнообразием стилей и жанров. Вниманию слушателей, посетителей предлагается шесть тематических циклов. Вот они. «Специальный гость», «Мир танца», «Музыка, поэзия, проза», «Вечеринка акустик лайф», «Концерты на бис» и «Школа воспитанного ребенка». Несмотря на такой, казалось бы, художественный охват, ориентироваться очень легко. Так, давайте пройдем по всем циклам. По воскресеньям будут программы, которые называются «Специальный гость». Среди приглашенных Александр Лемешев, который выступит с Оркестром народных инструментов, и его чудо «Стеклянная арфа». Юрий Щербаков, приглашенный артист из Казани, саксофонист. Он выступит с Ульяновским государственным духовым оркестром «Держава». Прозвучат яркие джазовые композиции. Приглашен нами и молодежный симфонический оркестр Поволжья из города Тольятти. Дирижер Анатолий Левин. Будет исполняться популярная классика. Завершит концерты Ольга Щеголь 29 августа. Она выступит с академиком-бэндом. И прозвучат самые популярные джазовые композиции. Итак, воскресенье, специальный гость. И, соответственно, это даты. 8, 15, 22, 29 августа. По вторникам вас ждут литературно-музыкальные вечера проекта «Вечерний Симбирск». Соответственно, 10, 17 и 24 августа. 10 августа ансамбль «Садко» и солистки филармонии Юлия Корсакова, Эльмира Сидорова, Вера Чиркина в программе, посвященной жизни и творчеству русского поэта Николая Рубцова. 17 августа программа с замечательным названием «Нежности, нежности, нежности». Вас встретят все солисты филармонии, а также арт-квартет и Алексей Кулик. Струнное трио солисты филармонии Олег Киселев 24 августа в программе, посвященной 90-летию Микаэла Тривердиева. Итак, это вторники и наши литературно-музыкальные вечера. Среда. Внимание молодежной аудитории. Вечеринка «Акустик лайф». И уже 4 августа автор-исполнитель «Вади». Другие приглашенные музыканты, музыкальные дуэты порадуют хип-хоп ритмами, танцевальными инди-роковыми звучаниями. Словом, ярко, современно, молодежно, модно, свежо, познавательно и весело. Это же вечеринка «Акустик лайф». И, соответственно, даты в августе 4-е, 11-е, 18-е, 25-го. Пятницы отданы концертом на БИС. Лучшая из программ ульяновских оркестров. Два концерта симфонического оркестра, оркестр духовых инструментов «Держава» и оркестр народных инструментов. В этом цикле концерты были составлены по одному главному критерию – успешность выступлений, овации и отзывы слушателей. Итак, пятницы – концерты на БИС. Лучшая из оркестров. Соответственно, даты 6-е, 13-е, 20-е и 27-е августа. Все субботы вас приглашает, друзья, мир танца. В этом цикле свое мастерство представят танцевально-спортивный клуб «Каскад» вместе с трио Марии Селезневой из города Сызрани. Ансамбль песни и танца «Волга» и эстрадный балет «Экситон». А еще 14-го августа с 14-ти до 19-ти часов соревнования по брэк-дансу. Субботы – мир танца. Соответственно, даты августа – 7-е, 14-е, 21-е и 28-е. Я уже упомянула о проекте «Школа воспитанного ребенка». И будет логично, что воскресные дни августа, а это будет 11 утра, отданы малышам и их родителям. Поэтому «Внимание у родителей!» – познавательный, развивающий проект для детей младшего школьного возраста. Программы яркие, музыкальные, с участием ансамбля «Лукоморья», с элементами театрализации, с участием актеров небольшого театра, а также экскурсии, мастер-классы, квесты, интерактивные занятия по этикету, безопасности движения, путешествия в мир рассказов и стихов Даниила Хармса по следам временских музыкантов. И также дети могут побывать на дне рождения кота Леопольда. За один час до начала любого концерта экскурсоводы расскажут об истории усадьбы и жизни русской интеллигенции XIX века, семьи Ульяновых, беседы о симбирских поэтах и писателях, о симбирских врачах. Мероприятия организованы с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Улица Ленина, дом 70. Начало вечерних концертов 19.00. Вдохновенно, с любовью к вам, дорогие наши слушатели! Если вас что-то заинтересовало, то подробно всю информацию вам подскажут специалисты отдела работы со слушателями. Можно обратиться по телефону 44-19-73. Также можно позвонить по телефону 41-82-29 и по телефону 27-35-06. Это квартира музея семьи Ульяновых. Ну и, конечно, вся информация в социальных сетях. Я еще раз повторю телефон 44-19-73, отдел работы со слушателями. Дорогие друзья, мы ждем вас на наших концертах! Вы слушаете утреннюю программу радио государственной телерадиокомпании «Волга». Я, журналист Евгений Слюняев, желаю вам крепкого здоровья и хорошего настроения. Всего вам самого доброго! До свидания! Редактор субтитров А.Семкин